Привет всем, это Варлорд, наконец-то мы с вами увидели изображение трех новинок по Лего Майнкрафт. Напишите обязательно, что из этого было в Майнкрафте, что из этого вы, например, похожее строили. Здесь набор шестяная ферма, где будет 260 деталей, цена такого набора в России 1700 рублей. И здесь аж три варианта сборки. Первая овца, второе это сердце, третье это попугай. Первый и третий в Майнкрафте имеются. По фигуркам здесь будут три овцы, две из которых уже покрашены и также Стив. Самый базовый, самый простой. Единственное, что я посмотрел прикольное, что три варианта сборки есть. По традиции у нас один комплект по нижнему миру, здесь это мост и фрита или блейзов, 372 детали. Цена набора в России 3300 рублей, что дороговато. И выступает он чем-то вроде недокопии комплекта 2015 года с большой крепостью. И наверное что-то общее в нем есть с набором с битвой с Иссушителем. Ну а так здесь будут два эфрита, поскольку здесь их база. Также Алекс в алмазной броне и также один скелет Иссушитель. Некоторое количество аксессуаров в сундуке, ну и сама крепость. Внизу имеется варочная стойка с зельями, также можно присмотреть для себя детали огня, которые появляются или после эфритов, или остаются от выстрелов гастов. Насколько я помню, детали крутые. Мост будет иметь опции, то есть может здесь вращаться эфрит на этом не до шести прозрачного цвета. Также, конечно, что-то у вас будет вылетать, имитируя то, что произошел взрыв. Ну а так комплект, на мой взгляд, очень средний, максимально стереотипный, поэтому я его не особо оценил. Самый большой набор это очередная шахта, но на этот раз шахта криперов. 6500 рублей будет стоить и 834 детали будет в ней. Мы видим, что данная постройка у нас находится в пустыне с этим большим крипером. Здесь можно отметить то, что может выезжать вагонетка. Это прикольно, она заезжает внутрь, следовательно, там будет опция по тому, что туда будет высыпаться золото прямо с этого крипера. И впоследствии по горкам спускается прямо в вагонетку, которая впоследствии выезжает. По фигуркам здесь будет Стив, также будет скин, новый, девушка. Также здесь есть корова, летучая мышь, кадавр, это эксклюзив данного комплекта и помимо этого обычный крипер. Рельсы проложены как внутри шахты, так и снаружи. Большинство деталей, естественно, будут как бы модульные, то есть вы можете брать руду, класть на место, менять местами. Естественно, что-то будет здесь взрываться, есть и лава, есть и вода. В общем, новинки получились спорные, об этом еще поговорим, пишите лично ваше мнение. Ну и также обязательно пишите, на что хотите из этого увидеть обзор на канале. Подписывайтесь, поддерживайте, всем удачи, всем пока!